Бизнес это борьба. Бизнес это состязание. Бизнес это схватка. Без высокого морального духа ловить нечего. Без заряда, без готовности жертвовать многими вещами, без борьбы, без напряжения, без... Ну вы поняли меня, чего? В бизнесе успеха не добиться. Если вы полутеплый, полухолодный, и у вас ничего не болит, и ничего вас не печет, и вы никуда не торопитесь, и вас устраивает все как есть, то тогда ловить нечего. Просто шансов никаких. Бывает у каждого, кто сражается за свое будущее, кто сражается за свой успех, кто сражается за карьеру, за деньги, за бизнес, за будущее свое, тот переживает тяжелые времена. И вот в эти тяжелые времена нужно находить вещи, которые тебя мотивируют. Меня всегда мотивировали книги. Я продержался 10 лет в тяжелейшем положении финансовом только благодаря тому, что я читал истории. Историю людей, которые из грязи в князи, из дерьма в герои. Был слабым, стал сильным. Был бедным, нищим, никаким отвергнутым, стал успешным, богатым, процветающим. Вот этот процесс из-в, и есть побуждающий момент. Когда ты смотришь на другого человека и думаешь, и я могу. Он тебе не говорит, он тебе не назидает, он не говорит, ты должен делать так, ты должен делать так, делай так, делай так, ты слабак, делай так. Нет. Он рассказывает свою историю. И когда ты его слушаешь, думаешь, боже мой, так и я такой же. Боже мой, так и у меня такие же проблемы. Боже мой, так и я то же самое чувствую. Боже мой, так и надо мной так же смеются. Когда мне было особенно трудно Я читал всегда историю, которая у меня Исписанная, исчеркнутая Исчеркнутая, там все Ну тысячу раз, пометки всякие разные Это для меня было Их много таких историй, но одна особенная Хочу начать с нее Каждый день я вам буду рассказывать какую-нибудь историю Которая может быть поможет кому-то В кого-то попадет История о том, как один молодой парень В Америке В общем, семья иммигрантов из Ливана В Америке Живут нормально, занимаются бизнесом Вся семья занимается бизнесом Торгует одеждой А один там брат, Джон его зовут Вот он, значит, не от мира сего Он не такой, как все Над ним надсмеиваются, похихикают Братья, сестры, многочисленная семья Многодетная, взрослых людей И он не такой И он ушел из дома, он закончил институт С инженером работает И он самостоятельный человек И он уже крутой, холостой Молодой парень, 25 лет Там живет на вольных хлебах И потом связался с сетевиками С какими-то, да неудачно Потому что спонсор его Учил его блефовать Он ему говорил Ты больше блефуй Пускай пыль в глаза Чтобы у тебя были, главное, дорогие часы Дорогой телефон, дорогая одежда Чтобы ты выглядел крутой И люди будут вестись на это Они будут все покупать Понимая, что ты богатый И тоже будут вступать Так ты разбогатеешь Но такая метода привела их к полному краху Он оказался в страшных долгах Жуткие долги В Америке быстро С кредитными картами В долги впасть ничего не стоит И долги были такие ужасные Что ему пришлось смирить свою гордыню Южная кровь Смирить гордыню И прийти к папе на поклон Сказать, папа, я отгадился Мне нечего кушать Я в долгах Можно я поживу у тебя Мужчине, ушедшему из дома На вольные клеба Вернуться обратно Ужасно А братья улыбаясь Значит показывают Смотри, смотри, смотри Дурачок вернулся Сетевичок, дурачок Ну вы меня понимаете Домашние враги наши Написано в Библии В том смысле, что мало поддерживают В своем отечестве никого не ценят Пророков тем более И ему ничего не оставалось Как смирить свою гордыню Смириться, терпеть Каплеухи Сидеть вот так за столом И скорее прятаться в своей комнате Потому что тяжелейшее положение Делать нечего Опять пришлось идти на завод Инженером Опять пришлось выполнять Нудную, скучную Бесперспективную работу И отдавать десятилетия долги Которые он наделал И ненавидеть сетевой маркетинг Тихо и страшно И вот в таком положении он пребывал Однажды встретил парня знакомого Который говорит Давай я тебе предложу Новую сетевую компанию Тот говорит Отойди от меня И никогда не рассказывай Мне больше ничего подобного Я ненавижу вас всех Я не верю в этот лохотрон Вы меня кинули Вы меня обманули Я в эту индустрию Больше никогда не пойду Но тот был упертый Настойчивый И он ему говорил Внушал встречаясь Он говорил Ну а как ты вырвешься Что ты откроешь ресторан Что ты откроешь магазин Что ты Где ты возьмешь такие деньги Чтобы раскрутиться А потом отдать долги У тебя единственный шанс За 300 долларов Купить пакет и начать И трудом своим Взять И доказать Что ты чего-то стоишь Ты можешь доказать папе Ты можешь доказать своим братьям Ты можешь доказать своим сестрам Что ты не лох Что ты сильный Мужественный Настоящий человек Мужчина И для этого у тебя вот есть бизнес И вот это был главный Побудительный фактор Вот там что внизу Перечень указан Это то что нас побуждает к действиям Его двигала Мечта Цель Страстное желание Доказать что он не лох Что он настоящий И что сетевой маркетинг Это не пустышка И он решил попробовать еще раз На этот раз он решил действовать наверняка Он решил полагаться на себя Он оборудовал в старом гараже Его отца Офис Поставил старую парту Протянул шнур Поставил телефон И стал звонить С 8 до 22 каждый день Желтые страницы Справочник Он такой метод выбрал И стал звонить Звонил и говорил Здравствуйте Я вот из такой компании Я предлагаю вам бизнес Да пошел ты Но он продолжал Он сцепил зубы И каждый день работал До упора Обед и снова И вот так с утра до вечера Пообедал снова Пообедал снова Подписывался Каждый 250 Вдумайтесь Каждый 250 Чтобы подписать четверых Надо поговорить с тысячей людей Абсолютно неэффективный метод Но он продолжал И со временем у него наработались навыки Он стал разбираться Он стал понимать психологию людей Он стал искать какие-то приемы Он стал более гибким Короче он становился Профессиональным человеком Он тренировал И тренировал И тренировал И тренировал И тренировал Появилась группка Он стал проводить презентации Потом эти презентации Перерасли в другие группы У него нашлись последователи Короче говоря Он продолжал И продолжал Девушка Которая Сказала Или я Или Или твой новый бизнес В котором ты уже однажды погорел И бросила его вернулась, потому что через два года он стал миллионером. Слушайте, когда я дочитывал до этого места, я взрывался. Я готов был снова целый день работать. Я просто взрывался. Он через два года стал миллионером. Нашлись люди, которые повторили то, что он делал. Если вы найдете то, что вас двигает, если вы найдете тех людей, которым вам надо доказать, если вы готовы ради кого-то что-то совершить, если вы, короче говоря, если вы найдете то, для чего вы здесь, на этой земле, и что вы хотите сделать, по-настоящему, по-настоящему, действительно, фактически, никакого препятствия никогда перед вами не будет. Но нужно удержать этот дух. Этот дух борьбы и готовности двигаться и преодолевать все эти проблемы, которые возникают на нашем пути. Это и есть духовная зарядка. Это и есть каждодневная работа сетевика поднять себя, свой дух и двигаться вперед. Каждый день заходите на блог, и я вам буду рассказывать очередную историю, которая, возможно, кому-то и поможет. Удачи вам! Действуйте! Продолжение следует... Продолжение следует...